МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А, здравствуйте, дорогие друзья! Гоша, пора начинать нашу передачу. У нас сегодня очень много писем. Ну, давай, выбирай, какое письмо мы будем читать. А, вот это, да? Ну, хорошо. Письмо от Марины Сидориной из Краснодара. Здравствуйте, профессор! Здравствуй, Гоша! Мне очень интересно все узнать про золото. Вот у мамы есть золотые украшения. Еще золотом покрывают купола. Но я слышала, что есть съедобное золото. Это что? Одно и то же? С уважением, Марина. Мариночка, очень хороший вопрос. Про золото можно много чего рассказать. Золото – 79-й элемент периодической системы. Смотрите, он входит в подгруппу меди. Медь, серебро, золото. Золото – это блестящий металл ярко-желтого цвета. Золото очень ковко и пластично. Смотрите, я вот эту пластинку могу легко согнуть. Вот так, видите? Представляете, из одного грамма золота можно вытянуть проволоку длиной в 3,5 километра. Откуда пошло название – неизвестно. Полагают, что от слова «сол», «солнце». Латинское название золота – «ауру». Означает «желтый» и созвучно со словом «аурора» – «утренняя заря». В природе золото встречается исключительно в самородном виде. В виде вкраплений в кварцевые породы. И добывает его так. Золотоносный песок, то есть песок, который содержит мелкие золотые частицы, собирают и промывают. Это очень кропотливый труд. Людей, которые промывают золото, называют старателями. Речной песок и другой грунт смываются, а тяжелый золотой песок остается. Да-да, золото – очень тяжелый металл. Если заполнить золотым песком литровую бутылку, то она будет весить приблизительно 16 килограмм. В чистом виде золото такое мягкое, что любая царапина на нем остается. Поэтому в ювелирных изделиях обычно золото сплавляют серебром или медью. Вот посмотрите. Если мы возьмем колечко, оно такое немножечко розоватое по сравнению с чистым золотом, потому что в нем содержится медь. На золотых изделиях обычно ставят клеймо. Это клеймо называется «проба», в котором указывает содержание золота. Вот здесь проба 585. Это значит 58,5% чистого золота. Чем больше в сплаве золота, тем выше проба. Проба химически чистого золота – 99,9%. Из такого золота изготавливают слитки, которые тщательно охраняются, ведь они составляют так называемый «золотой запас страны». А по поводу съедобности золота, ну что сказать, золото совсем не ядовитое. Поэтому его используют для украшения посуды, например. Вот такое тончайшее золотое напыление. Золотом украшают различные блюда. Я слышал, что хлопья золота добавляют в напитки. А в Индии, например, дорогие сладости обертывают листками сусального золота и серебра. Гоша, чем ты там шуршишь? Ну зачем ты взял? Это же мне подарили. Вот смотрите, кстати, конфетки, покрытые тончайшим слоем золота. Кстати, о сусальном золоте. Что это такое? Это очень тонкие листы настоящего золота, которые используются в декоративных целях. Как достигают такой тонкости? Сначала отливают золотой брусок, который раскатывается в тонкую полоску. Эту полоску режут на квадратики. Квадратики укладывают в стопку. Между ними прокладывают специальную бумагу. Эта стопка помещается под молот. И по ней наносится около двух тысяч ударов. Золото становится невероятно тонким. Всего лишь несколько микрометров. А, микрометр, это вы знаете, это одна тысячная часть миллиметра. Именно сусальное золото сверкает на куполах. Сначала их покрывают листовой медью, а уж на медь наносят слой сусального золота. Даже внутренние интерьеры, к примеру, дворцов, тоже украшались золотом. Так, стены залов Екатерининского дворца в царском селе почти полностью позолочены. Между прочим, во время реставрации на отделку его стен ушло почти 100 килограмм золота. Раньше сусальным золотом украшали не только дворцы и купола, но и детали интерьера, мебели и даже ткани. В дорогие ткани вплетались настоящие золотые нити. Так что, видишь, Марина, золото везде одно и то же, только применение его очень широко. О, Гоша, нам пришло новое письмо. Пишет нам Антон Реутов. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Я, Аргентум, Гош, с тобой тоже здоровается. Помните, вы рассказывали про светящиеся порошки? Мне хотелось бы побольше узнать про них. Светящиеся порошки. Гош, наверное, Антон имеет в виду люминофоры. Итак, люминофор, как вы помните, это вещество, которое светится в темноте после воздействия на него видимого света или потока заряженных частиц, например, электронов. Чтобы люминофор светился, достаточно его подержать 10-15 секунд у источника света, и потом он может светиться самостоятельно. А потому люминофоры применяют в системах аварийного освещения, при дорожной разметке, и в наружной рекламе, в косметике, и даже когда делают игрушки. Вот, например, я думаю, у каждого из вас дома есть какая-нибудь такая игрушка, которая, если подержать ее немножечко под лампочкой, потом в темноте, конечно, светится. Но мы сейчас не будем гасить свет. Из люминофоров даже делают светящиеся краски. Днем эти краски накапливают световую энергию, а потом могут сами светиться всю ночь. А еще люминофоры применяют в телевизорах. Я вот тут разобрал старый телевизор, но не во всех телевизорах, а в которых есть электронно-лучевая трубка. Вот она, смотрите, называется кинескоп. Как она работает? Электронная пушка, вот она здесь находится, видите, магниты, обмотка, формирует электронный луч. Отклоняющая система задает ему нужное направление, и луч падает на экран, который покрыт люминофором. И таким образом экран начинает светиться в этих точках, куда попали электроны, и получается изображение. А теперь, друзья мои, давайте попробуем самостоятельно сделать люминофор. Никаких сложных реактивов нам для этого не потребуется. Борная кислота, ее можно купить в аптеке. Лимонная кислота. Ну, вообще пищевая кислота, она продается в любом магазине. Так, вот, высыпаем лимонную кислоту. Смотрите, какая она гранулированная, видимо, обезвоженная, поэтому она такая белая. И мелкий-мелкий порошок борной кислоты. Кроме того, нам понадобится штатив, горелка, фарфоровая чашечка, вот примерно такая. Теперь мы берем примерно равное количество той и другой кислоты. Вот лимонный, скажем так, две щепотки. и борный. Примерно столько же. Добавим туда капельку воды, просто для того, чтобы перемешать. Ну, буквально там, пару капель. Так. Вот у нас получается такая, такая кашица. и вот теперь эту кашицу мы будем нагревать. Вот, можно при этом помешивать. Вот потихоньку наша с вами смесь закипает. Да. Ей нужно дать немножко покипеть, чтобы вода выпарилась. У нас должна с вами получиться такая слегка желтоватая стекловидная масса. Вот, смотрите, появляется уже желтый оттенок. Значит, я прекращаю греть. Ну, теперь все этой смеси нужно дать, конечно, как следует остыть. Когда она станет холодной, она будет проявлять свойства люминофоров. То есть, мы возьмем фото-вспышку. Так. Дождемся, когда остынет люминофор и испытаем его. Наша чашечка уже остыла, и мы теперь можем проверить, получился у нас люминофор или нет. Я попрошу погасить нашей студии свет. Если это можно сделать. О, спасибо, очень хорошо. А теперь я направляю фото-вспышку на наш люминофор. Видите? Буквально несколько секунд он светится. Ну вот, у нас все получилось. А теперь нам пора прощаться. Пишите нам по адресу 109-147 Москва, улица Марксистская, дом 34, корпус 7, телеканал Радость моя. Или оставляйте свои вопросы на сайте телеканала Радость моя. До новых встреч всегда ваши Дмитрий Иванович и Аргенту. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова